Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня состоялось очередное 51-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели 18 вопросов. Заседание прошло под председательством спикера Народного собрания Республики Александра Иванова. Какие изменения внесены в закон Карачаева-Черкесии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории региона, и об установлении новой памятной даты Дня ветеранов боевых действий. Об этом и другом расскажет Альбина Ламкова. В Парламенте Карачаева-Черкесии принят ряд законодательных проектов и одобрены изменения в бюджет Республики на текущий год. Они связаны с увеличением налоговых и неналоговых поступлений. Для детей-сирот на федеральном уровне ввели сертификаты на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения потечного кредита. В связи с этим парламентарии обсудили внесение этого права и в закон нашей республики. Данный закон позволяет молодым семьям, которые представляют дети-сироты, достигшим именно 23 лет, плюс это дает возможность использовать еще материнский капитал, потому что к 23 уже дети имеют детей и имеют возможность использовать. До этого такая возможность исключалась. Еще одобрен проект закона Карачаева-Черкесии об установлении в республике Дня ветеранов боевых действий. Он будет праздноваться официально 1 июля на территории Карачаева-Черкесской республики. И хочу поблагодарить всех ребят, кто сейчас исполняет свой долг по защите интересов. Возвращайтесь живыми, здоровыми к своим семьям. Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий в республике. Признание их заслуг перед обществом повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков. Одобрили на заседании постановление об учреждении молодежного парламента при Народном собрании республики. Кто может войти в состав молодежного парламента? Это лица, достигшие 18-летнего возраста и не старше 35 лет. За счет кого будет формироваться? Будут представители от политических партий по одному человеку, от Народного собрания по одному человеку, от депутатов районных советов будут представлены в молодежном парламенте, и от высших учебных заведений по одному представителю. Создание молодежного парламента связано с необходимостью повышения активности молодежи в общественно-политической жизни региона, развития молодежного парламентаризма и содействия законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов. Сегодня в Доме правительства Карачаева-Черкесии состоялось торжественное награждение 30 работников разных сфер деятельности за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Их наградили почетной грамотой Народного собрания республики. Александр Иванов обратился к землякам от имени главы республики. Рашид Атимрезова от лица всего депутатского корпуса и от себя лично со словами благодарности за заслуги, добросовестный труд, верность призванию, инициативность, активную жизненную позицию. В числе награжденных педагоги, деятели искусств, государственные служащие, врачи, предприниматели, члены общественных организаций, представители различных структур и ведомств. Награждаем вас нашими высшими наградами, грамотами парламента нашей республики. Хочу пожелать вам, прежде всего, успехов на вашем нелегком пути. Сегодня в Доме правительств состоялась парламентская встреча депутатов Народного собрания с духовенством. Мероприятие проходило в рамках ипархальных образовательных чтений на тему «Религия и отечественная культура. Потери приобретения минувшего образ будущего». Далее расскажет Дарья Тендит. Площадку для образовательных чтений традиционно предоставил парламент Карачаева-Черкесии. Участие в мероприятии приняли депутаты Народного собрания, представители власти и традиционных конфессий. Тема религии и культуры очень актуальна в наше время. Культура – многогранное явление, которое затрагивает все аспекты жизни человека. Главная задача – сохранить историю нашего государства, отметил спикер образовательных чтений Александр Иванов. Многие века православная вера формирует наши ценности, идеалы и мироощущения. И не только православие. Во всех конфессиях основой бытия человека определяется духовность, любовь и взаимоуважение. Сохранение народных традиций. И именно эта истинная культура народа во все времена питала умы и вдохновляла на создание шедевров классики, признанных всем миром. С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Пятигорский-Черкесский Феофилак. Он поблагодарил за постоянство проведения рождественских встреч и отметил, что должны поддерживать развитие, духовное воспитание молодежи. И это возможно во взаимодействии с духовенством, деятелями, культурой, педагогами и общественными организациями. Благодатная площадка, которая стала для нашей страны уникальной землей, благодаря которой на этой земле произрастают вместе люди разных традиций, разных взглядов, но при этом одинаково умеющих любить свою одну большую родину, родину на всех. На встрече состоялось подписание соглашений между министром образования и науки, Общественной палатой республики и архиепископом Феофилактом, что в конечном итоге приведет к объединению усилий сторон для дальнейшего развития. Дарья Тендит, Михаак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В Росгвардии вспоминают военных корреспондентов, не вернувшихся из боевых командировок и отдавших свои жизни во имя нашей страны. Среди них офицер, прислужбы Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов и корреспондент журнала «На боевом посту» старший лейтенант Анатолий Ягодин. С первого дня специальной военной операции полковник Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи, работал в самом пекле, прорывался в Гастомель. Участвовал в освобождении городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. За свой ратный труд отмечен государственными наградами, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и медалью Суворова. Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб в 1996 году при выполнении редакционного задания на Северном Кавказе. Указом президента России военкор награжден Орденом Мужества посмертно. Репортажи Анатолия Ягодина из горячих точек страны запомнились многим читателям. Он всегда живо, интересно рассказывал о людях, которые ежедневно с риском для жизни выполняют задачи, обеспечивая покой и безопасность своих соотечественников. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днём местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1 плюс 4, днём до плюс 8, в горах до плюс 13. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии без существенных осадков, ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 4, а днём 5-7 градусов выше нуля. В Качагову имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная миссии педагогов формирования личности гражданина России. Форум приурочили 200-летию со дня рождения родоначальника научного подхода к педагогике в России писателя и общественного деятеля Константина Дмитриевича Ушинского. Ахмат Халкевичев продолжит тему. Участников конференции от имени руководства университета поприветствовал проректор по учебной работе Мурат Чанкаев. Актуальность повестки подтвердила и широкая география участников. Основная цель форума – обсуждение передовых практик педагогики в деле формирования гражданственности и патриотического воспитания молодежи. Работа в секциях показала, что во многих регионах имеются свои особенности воспитательных практик. Ну а площадка данной научно-практической конференции организована с целью объединить весь имеющийся опыт со всего образовательного пространства огромной страны. Начиная от Москвы и Московской области, то есть охвачена очень широкая география. И мы надеемся, что сможем объединить все эти воспитательные практики для дальнейшей успешной работы нашей. Эти особенности, они хотя и различаются, отдельные воспитательные практики, но и объединяют нас как россиян в какое-то единое целое именно на основе семейных традиций, этнокультурных традиций наших народов. Практически все выступавшие подчеркивали важность данной конференции для развития педагогической науки. Участники обращали особое внимание на то, что формирование гражданской позиции и развитие личности каждого российского гражданина являются основными задачами всей современной образовательной системы. Вот это много значит. Для педагога, хотя я и 42 года в образовании, но с каждым разом я для себя что-то беру, что-то новое. Все-таки обмен опытом, популяризация, это много чего дает в работе, в нашей работе. Сейчас работать в школе не так просто, но мы, педагоги, болеем за наших детей, мы хотим, чтобы они стали достойными людьми нашей страны, и это наше будущее. Развитие современных и эффективных стратегий без опоры на традиции и уникальный потенциал российской педагогической науки невозможно. Но о поиске этих точек опоры и обращают нас к изысканиям родоначальника научного подхода в отечественной педагогике Константина Дмитриевича Ушинского. Подчеркнула в своем выступлении один из главных организаторов научного форума и его идейный вдохновитель, декан педагогического факультета Алина Узденова. В форуме помимо представителей научной сферы приняли участие работники общеобразовательных организаций, а также школьники и студенты вузов из разных регионов страны. Данная конференция очень важна и актуальна для студенчества нашего университета. И со всеми цитатами, утверждениями о национальном, межнациональном и межконфессиональном образовании в России я согласна. Обучение на педагогическом факультете недостаточно без призвания, и я надеюсь, что оно у меня есть. Двухдневная научно-практическая конференция завершилась подведением итогов, где были отмечены наиболее интересные изыскания и предложения. Подведение итогов сопрождалось всеобъемлющими обсуждениями вопросов формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Ахмат Халкетчев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Возвращаясь к истокам. Род Татаркуловых восстановил свой фамильный склеп в ауле Хурзук-Карачаевского района. Подробнее расскажет Алла Качаева. Как выглядели первые фамильные склепы? Принято считать, что их прообразами были пещеры, куда относили усопших. Склеп же или усыпальница – это разновидность семейно-родового мемориального комплекса, объединяющего место упокоения представителей нескольких поколений одной семьи или рода. Традиция возведения таких склепов на Северном Кавказе своими корнями уходит еще в эпоху бронзы. Вплоть до раннего железного века склепы существовали, в основном они были подземные. И уже в 3-4 веках нашей эры и вплоть до 18 века традиция сооружения вот таких вот могильных склепов, она идет беспрерывно. С 3-4 по 7-8 века они, как правило, были подземные. В 8-11 веках они становятся полуподземными. И вот то, что мы сейчас видим перед нами, это уже склепы, которые начали строить с 11 века и вплоть до 18 века. Всего полтора столетия назад семейный склеп Кишине у карачаевского народа был рядовым типом захоронения. Этот старинный памятник – один из 55, который находится в Большом Карачае, в древних и живописных аулах – Карджурд, Учкулан и Хурзук. Известные российские ученые много лет занимались исследованием этих склепов. Мы сегодня находимся на исторической территории рода Татаркуновых. Наши предки с 15 века жили вот именно на территории Хурзук. И мы сегодня находимся здесь, чтобы открыть восстановленный нами склеп родоначальника нашей фамилии Татаркуна. Татаркуловы в течение полугода восстанавливали свой родовой склеп в Хурзуке. Представители фамилии достроили частично сохранившиеся стены, фундамент и ограду. В день открытия установили табличку родоначальнику Татаркуну от благодарных потомков. Сохранились рядом со склепом несколько могил, ведь это являлось местом последнего пристанища для ближайших родственников. Раньше приезжали с отцами, с дедами, а теперь будем приезжать со своими детьми и со своими внуками. Будем рассказывать, чтобы наша история не прервалась. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Дуэты». Хороших выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова